Добрый день! Зритель канала прислал письмо, в котором описывает свою проблему. Ложится спать человек в 22 часа, просыпается в 2 часа ночи, опять засыпает в 5 часов, и в 6-7 утра ему надо уже вставать и идти на работу. Ну и, соответственно, качество сна его не устраивает, он не высыпается и так далее и тому подобное. Естественно, что лечение по интернету, как я многократно говорил, не назначается, диагнозы не ставятся, но что можно сказать по описанию? Смотрите, хотя, если и мы будем прислушиваться к тому, что пишется и говорится в интернете, да, вот чем раньше вы ложитесь, тем лучше, и сон там в 21 час, он гораздо полезнее, чем сон в 4 часа утра и так далее. Но, если у вас есть такая проблема, да, что в 2 часа вы посыпаетесь, до 5 не спите, потом опять на час, на 2 засыпаете. Я бы посмотрел, какие варианты могут быть с режимом сноободрствования. Может быть, вам надо ложиться попозже, чтобы вы спали без ночных пробуждений. Или, может быть, наоборот, вам надо попытаться, ну, раньше ложиться, вряд ли уже у вас получится. Может быть, вам надо раньше вставать, не знаю, тут могут быть варианты. Использование снотворных препаратов. Ну, если говорить про вашу ситуацию, то я бы, безусловно, начал с самого безвредного на сегодняшний день мелатонина. Либо мелоксен, как и лекарственный препарат, либо мелатонин, он есть сейчас и в биоактивных добавках, и в виде спортивного питания. Вот, можно пробовать начинать с этого. По продолжительности сна у вас получается 4 часа вы спите с 22 до 2, соответственно, и потом еще 1-2 часа добираете утром. Конечно, по суммарно получается недостаточно. То есть, у вас получается 5-6 часов сна при рекомендуемых 7-8 часах сна. Если с мелоксеном, с мелатонином в вашей ситуации и с регулировкой попробовать подобрать время, когда вам лучше ложиться, чтобы сон получался все-таки нормальный, без такого вот 3-часового интервала не получится, то тогда, конечно, надо однозначно обращаться к специалисту для того, чтобы подбирать уже лечение. Конечно, существует такая гипотеза, что, в принципе, прерывистый сон, там, отдельными блоками по 3-4 часа, может быть, даже и более лучше и полезнее, чем непрерывный. Но, если вы жестко привязаны к вот этому 6-7 часов, в 6-7 утра подъему, для того, чтобы идти на работу и засыпаете, в любом случае, не раньше 5, то, конечно, это не вариант. Совсем как крайний случай, можно было бы, конечно, рассмотреть 4 часа сна с 22 до 2, и потом 3-4 часа сна с 5 до 8, допустим, до 9. Но, если по работе это невозможно, то, соответственно, тогда и с мелатонином, и с более поздним отходом к осну не получится отрегулировать вот этот вот режим, то тогда однозначно надо обращаться за помощью. Снотворных препаратов сейчас достаточно много. Если у вас проблемы только в сне, потому что, в общем-то, не исключено, что помимо нарушений сна, тут может присутствовать либо тревожность, либо скрытая депрессия. Поэтому подобрать, наверное, гипнотики, либо комбинированные препараты всё-таки удастся. Ну, и также не мешало бы обратить внимание на, в принципе, достаточность витаминов, микроэлементов в питании. Это тоже не является, как правило, основной проблемой бессонницы, но, тем не менее, тоже может иметь значение. Так что посмотрите, если питание у вас недостаточно сбалансированное, возможно, необходимо включить либо биологические активные добавки, либо витамины, что тоже лучше, конечно, делать уже после консультации с врачом. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания. Продолжение следует...